Продолжение следует... Нужно просто искать всякого хаке. Сегодня мы будем делать эскимо. Один из самых нежных, самых вкусных сладостей, которые я когда-либо пекла. И очень красиво, очень эстетично все смотрится. Нужно только знать пару важных деталей и работать уверенно. Я вас научу, как я делаю сама. Вот и все. Думаю, пора начинать. Поехали. А начнем мы с крема. Для этого ставим на огонь 400 мл молока. Подготовим остальные ингредиенты. Это 3 желтка, 3 столовые ложки крахмала, желательно кукурузного крахмала. Я смешиваю для этого крема еще столовую ложку муки. Для большей такой упругой консистенции крема. Это необходимо. Все нюансы приготовления заварного крема у меня есть в отдельном видео. Можете посмотреть. Для того, чтобы не образовались комочки, к желткам сахар добавляем. Постоянно перемешиваем. Потому что сахар сжигает желток и могут образоваться комочки. Ссылку на этот крем оставлю под видео. Можете посмотреть все в деталях. И научиться, как получить идеально нежный крем со вкусом сгущенки. И тут необходимо добавить пару столовых ложек молока, чтобы возможно было все это смешать и получить однородную смесь. Молоко закипело. Добавляем чуть-чуть сюда, чтобы повысить тут температуру. И варим до загустения. Не отходите, потому что от качества этого крема зависит почти весь торт. Добавляем еще немножко ванилина. Пока крем остывает, начнем наш бисквит. Берем 3 яйца. К яйцам добавляю сахар. Оставляю 1-1 третью часть. Вот столько. Я взяла 350 мл мацун вместе со сметаной. Можно смешать. Очень важно, чтобы большая часть была сметана. Можно заменить, кстати, мацун на кефир. Кстати, подогрела на огне. Они должны быть немножко теплее комнатной температуры. Столовая ложка растительного масла. Любого. Только без запаха. Все это оставляем в стороне и приступаем к безе. Безе нужно для теста. От заварного крема у нас остались белки. Берем 2 белка. И оставшийся сахар. Взбиваем вот на таких крепких пиков, стойких. Вводим вилки в основную массу теста. Теперь намного проще, без особых усилий, вводить белок в тесто. В тесто просеиваемся кучи ингредиенты. 2 столовые ложки какао. Чайная ложка соды. И муку. Муки ушло 1,5 стакана. Духовка у меня уже включена. Будем печь при температуре 200 градусов. Снимаем бумагу, оставляем остывать и приступаем к крему. Для крема нам нужно сливочное масло. Я взяла 300 граммов. И заварная основа, уже остывшая. Оба ингредиента должны быть комнатной температуры, чтобы крем получился. Ну, чтобы крем вообще получился. Нужно очень хорошо, минимум 3 минуты взбить масло. И по ложечке добавить заварной крем. После того, как бисквит немножко остыл, я вырезала края, плотные края, чтобы тесто дышало, чтобы бисквит дышал. И так наносим крем. Это черновой вариант. Ставим в холодильник. И потом, уже перед тем, как нанести глазурь, подровняем уже в последний раз. Делаем глазурь. Для этого берем 5 столовых ложек сахара. Кстати, рецепт, подробный рецепт, как получить идеальную глазурь, можно найти у меня на канале. Очень простой способ приготовления. Там очень много нюансов. И добавляем 3 столовые ложки какао. В среднем 7-6 столовых ложек обычной воды из-под крана. Глазурь для этого торта делаем немножко гуще, чем обычной. И так как глазурь у нас будет гуще, соответственно, мы должны его использовать в намного теплом состоянии, чем обычно. Но температура должна быть выше 42-43 и более. Соответственно, торт в это время должен быть достаточно холодным, чтобы крем не смешался с глазурью. Для этого у меня торт уже стоит в холодильнике. Можно даже на 10-20 минут поставить в морозилку. Друзья мои, чтобы все не испортить, старайтесь не передержать глазурь. И вот так. Иногда проверяйте на такую стойкую каплю. Если капля не держит форму, значит глазурь уже готова. И еще очень важная вещь. Я всегда в глазурь добавляю пару чайных или столовых ложек растительного масла. И коньяк. Столовую ложку коньяка. Это один из самых важных ингредиентов этой глазури. Если нет у вас дома коньяка, ничем не заменяйте. Просто пропустите этот момент. Вот такой результат у нас получился. Вы смотрите, вся моя кухня отражается в этой глазури. Кстати, есть очень много нюансов. Друзья мои, можете посмотреть. У меня есть отдельное видео, чтобы получить бесконечный блеск для вашей глазури, для покрытия ваших тортов. Вот так вот. Вот так, друзья мои, на шейске мы уже можно подать. Приглашайте всех к столу. Не забывайте искать меня в инстаграме. Ищите там, Желаю вам всем приятного чаепития. Приглашайте всех к столу. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока.